Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. В Самаре определены лучшие учителя и воспитатели. Сегодня мы вас продолжим знакомить с победителями. В нашей студии победитель конкурса «Воспитатель года» в номинации «Музыкальный работник» Ольга Фомина. Ваши вопросы, может быть, и поздравления. Ждем по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда вы запели? Я увлеклась музыкой вообще. В каком возрасте? Ну, это было в детстве. Я поступила в музыкальную школу на отделение народного хорового пения. Тогда и запела. Да, то есть с детства вы полюбили музыку и учились. Ну, тяга к музыке привела меня, да, уже в школу. И затем я получила образование школы, вуза музыкальное. Понятно. То есть у вас полное профессиональное музыкальное образование. А что вас привело в детский сад? В детском саду вот здесь я оказалась, конечно, случайно. Мой ребенок зачислялся в детский сад, и мне предложили место музыкального руководителя. Она была вакантна. И совсем недавно я начала эту работу, всего два года назад. Да. А до этого вы работали тоже? Я работала в музыкальной школе, да. И моей специализацией был фольклор. Я преподавала на отделении народного хорового пения. Ой, как интересно. Но вообще работа с такими вот маленькими детьми дошкольного возраста, конечно, имеет свою специфику. Мне кажется, это вообще без любви к детям и к музыке, к своей работе. Без интереса вот к ребенку, как к маленькому человеку. Если до прихода в детский сад мне казалось, ну что можно сделать с пяти-шестилетними детьми? Они такие маленькие. Они еще там ничего не умеют. То сейчас, работая в саду, мне кажется, что пяти-шестилетние дети могут все. Потому что когда мы начинаем с малышами прислушиваться к звукам, к музыке, делиться какими-то своими впечатлениями, начинаем петь, играть. То есть самые-самые такие азы только познания звука окружающего нас мира. К пяти-шести годам это уже музыканты. Да. Ну вот если говорить уже по методике работы, скажите, пожалуйста, что включает в себя вообще, чтобы понять дошкольное музыкальное образование? Вот какие существуют программы, методики? Какие цели вы для себя ставите и для вас, как для преподавателя ставят? В сегодняшнем мире музыкальное образование в детском саду, оно очень многогранно. Нам предоставлена возможность варьировать свою программу музыкального образования. Поэтому каждый музыкальный руководитель, он выбирает какую-то близкую для него сферу, близкое направление и развивается уже в этом направлении. То есть ваши дети поют народные песни? И народные тоже поют, безусловно, конечно. Само все музыкальное воспитание, музыкальное развитие входит в такое направление, как художественно-эстетическое развитие. Прикреплено к этому направлению в работе сада. Но я могу сказать, что абсолютно все направления, которые преследуются дошкольным образованием, они в музыкальной работе, музыкальной деятельности охватываются все. Потому что если человек поет, ну ребенок вот поет, это же не только развитие певческих навыков, это речевое развитие, это познавательное развитие. Потому что мы узнаем новые слова, новые какие-то выражения словесные, новые ситуации. Мы учимся друг с другом контактировать, это коммуникативное развитие. А когда у нас начинаются игры или музыкально-ритмические движения, это уже физическое развитие. Да. Вот вы сказали, что вам дана определенная свобода в выборе программы и методик. Вы вот свое личное что-то внесли, открыли и внедрили. Что вот ваше лично привнесли в эту работу? Есть что-то такое? Ну конечно. Я стараюсь внедрять, если касаемо народной культуры, я стараюсь брать материал, близкий нашему региону, Самарской области или по Волжье. Потому что дети даже чувствуют лучше вот такой материал. Потому что генетически, наверное, это все близко, да? Генетически, конечно, близко. Я пишу для них песни. Если мне не хватает для какого-то праздника, для утренника песни, а я вижу чудесные стихи, я пишу их для них. Сами сочиняете? Сама сочиняю, они поют. А в экспедиции никогда не ездили по нашему району? В экспедиции, чтобы собирать вот эти старые русские народные, по-русски песни? Ездила, да. Ко мне приходили бабушки моих учеников и напевали песни, которые в детстве слышали. Поэтому ездим. Да, вот вы человек увлеченный, чувствуется ваша любовь к народному творчеству и к пению. Скажите, пожалуйста, как вы можете объяснить, что сегодня это не очень поддерживается? Фольклорное пение – это где-то, наверное, на последнем месте. Вот смотреть концерт, если, да, ну, будет один, два. Два – это уже, наверное, максимум народных песен, да. Все остальное – это другое. Вот почему мы не можем так вот сохранять нашу культуру музыкальную? Вот в чем проблема вы видите, как специалист? Проблема, в первую очередь, в том, что народная культура должна быть неразрывно связана с человеком с момента его рождения. Если мама поет колыбельную своему малышу еще и до рождения, пока он у нее в животике живет, потом рождается, поет ему, укачивая каждый день спать. Если песенки, потешки, прибаутки ребенок слышит от мамы, то он раньше начинает тянуться. Потому что, приходя в детский сад, ну, в среднем в три года. Если ребенок не соприкасался с народной культурой, ему требуется несколько больше времени для того, чтобы почувствовать, заинтересоваться. В том, что он заинтересуется, в этом нет сомнений. Просто вопрос времени. Сколько ему понадобится? Понятно. Но вашему ребенку, наверное, повезло. У вас сын, три года, а как зовут? У меня две дочери. Да, вот эта неожиданность. У меня две дочери, три с половиной и годик с хвостиком. Вот скажите, пожалуйста, вы уже вот как-то, вот как вы все красиво рассказали, что нужно вот и во все моменты с ними петь и говорить, и образовывать музыкально. Вы вот это своими детьми делаете? Потому что, как у нас говорится, сапожник без сапог, да? Вот такие люди-профессионалы отдают много детям чужим, так скажем. К сожалению, да. Бывает, я замечаю за собой, что на занятии, когда моя же дочь присутствует на занятии, ей я уделяю меньше времени, чем другим. Но я стараюсь наверстывать это вот уже в личном общении помимо сада. Мы поем, мы что-то играем, мы сказки сочиняем, песни на ходу тоже сочиняем. И это, я не ставлю перед собой даже вот задачи, вот я буду ей столько-то петь, столько-то рассказывать. Это получается как-то естественно. Естественно, да. Просто в жизни. А вообще задачи музыкального работника в детском садике? Вот мы все знаем, что готовятся там утренники, какие-то различные торжественные тематические программы. Это уже итог работы. А вообще вот ваша повседневная работа из чего состоит? Постедневная работа, в первую очередь, это приобщение ребенка к музыкальной деятельности, к тому или иному виду. И это происходит на занятиях. Или я выхожу к ним на прогулку, например, летом. Почему бы нам не попеть и в музыкальные игры не поиграть на улице? Намного интереснее, чем в зале. И вот на занятиях мы уже затрагиваем все сферы музыкальной деятельности. То есть это слушание, это пение, это музыкально-ритмические движения, различные дидактические упражнения. Ну, это сами музыкальные игры, это танцы, хороводы. А вот уже утренники, различные праздники или участие в конкурсах – это уже итог. Ну, итог этой работы. А к музыкальным инструментам вы уже начинаете приобщать детей? Или, собственно, вот у вас есть там пианино и все? И больше никто ничего не знает? Пианино – такой помощник постоянный. А приобщение идет в первую очередь на примере тех инструментов, которыми дети могут овладеть. Если это малыши, то это шумовые инструменты. Чуть позже начинаются ударные мелодические – это треугольники, металлофоны. Еще попозже флейты. Вот сейчас нам очень, прям в скором времени, со дня на день ждем новую партию инструментов. Да, очень интересно. Да, для детей. Они ждут, горят. Да, да, да. И вот действительно, на самом деле, как важно, когда это закладывается вот в самом детском возрасте, это же остается на всю жизнь, и если все это сделано с любовью. Какие-то инструменты мы мастерим сами, какие-то покупаем. Да. Да. А вообще вот можно в этом возрасте уже раскрыть талант и такие вот высокие способности ребенка? Или еще рано? Наоборот, что вы. Самое время как бы не опоздать с раскрытием-то в более позднем возрасте. Конечно, это тяга к художественно-эстетическому направлению или к точным каким-то наукам. Она проявляется в очень раннем возрасте. Главное ее увидеть, зацепить и дальше уже совместно с родителями заниматься развитием. А вы подсказываете, есть в вашей практике, что вы подсказываете родителям, что у вашего ребенка хорошая способность, талант, и вам нужно бы их? Ну, безусловно. Во-первых, дети наиболее тяготеющие к музыкальной, к артистической какой-то деятельности, они сразу заметны на вот этих итоговых утренниках, на мероприятиях. Потому что то, как ребенок выходит, читает свое стихотворение, участвует в сценке, в танце, как он поет даже не сольно, а вот вместе со всей своей группой, как он поет, видно в глазах. Да, вот вы как специалисты это видите. И родители, конечно, уже ближе к... Вы как специалисты это видите, а для родителей, вот как вот мы мамы смотрим на утренник, да, и мой самый красивый, и лучше всех поет. Ну, конечно, безусловно, лучше всех поет. А вы видите уже настоящее, да, дарование, если и есть, действительно способен ребенок? Вы знаете, детей, которые не способны к музыкальной деятельности, я не встречала. А как же говорят, нет слуха, нет голоса и так далее? Ну, во-первых, голос — это мышца, его можно развить. Координацию между слухом и голосом тоже можно развить. Другой момент, насколько для ребенка в дальнейшем может музыка стать профессией, это уже отдельный вопрос, но в том, что музыкой способны и хотят заниматься все дети, это... Да. К нам поступают первые вопросы от телезрителей. Я напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Ваша тезка Ольга спрашивает, как дальше будет развиваться ваша личная музыкальная карьера. Планируете ли вы идти куда-то после детского сада? Оно имеется в виду не после работы, а после того, как вы какое-то время отработаете в детском саду. Вы знаете, работа в детском саду настолько интересная, что я не думаю, что через 10 лет она мне наскучит. Честно. Потому что дети разные. Они разные, они интересные. Это не просто какая-то вот масса детей. Нет, это маленькие люди. И в их глазах уже видно, что это маленькие, но взрослые люди. Они по-разному реагируют. Они иногда своими какими-то вопросами или замечаниями меня повергают в такое недоумение. Я иногда не могу сразу ответить на их вопрос. Потому что в нем какая-то такая закорючка, что надо еще очень хорошо подумать. Что же тебе ответить, мой дорогой? Да. Следующий вопрос. Почему школьники считают уроки музыки скучными и ненужными? Вот скучными это зависит, наверное, от преподавателя, а вот ненужными действительно нужны? А вот ну как, ну это такой дополнительный, кажется, предмет, да? Ну так, для разнообразия. Вот здесь, наверное, все зависит именно от учителя. Поскольку, ну считает, например, подросток, что ему урок музыки не нужен. Но он без музыки жить не может. Он ее постоянно слушает в телефоне. Он свои уроки делает, а на фоне у него какая-то музыка любимая. И здесь уже задача учителя в школе затрагивать не только, может быть, классическую музыку, которую надо готовиться, но затрагивать какие-то музыкальные направления, которые интересны подросткам. А потом уже из этого вытягивать их интерес, их познание и направлять в другие жанры музыкальные. Понятно. Вот вы сказали, что музыка, музыка, да, вот действительно очень много музыки в наше время, и кажется, вот все время, даже вот визуально посмотреть... Но она разнообразная по качеству. Ну вот нет ли в этом минуса? Потому что смотришь на нынешнюю молодежь детей, все они постоянно что-то слушают. Да, вот с этими даже вот не достучишься и не докричишься, все в музыке. Вы не видите минусов, как специалист, вот в этом? Потому что мне кажется, что почему-то вот по ощущениям, что это не так хорошо. Минус в этом, это безусловно не так хорошо, потому что качество музыкальное, многих направлений оставляет желать лучшего. Смысловая нагрузка этих произведений, что они несут нашим детям, тоже двоякое, оставляет впечатление. И иногда нужно научиться слушать тишину, чтобы уметь выслушать другого человека, уметь выслушать самого себя и понять, что тебе самому нужно в жизни. Поэтому музыка в больших количествах, вот просто как фон, она не всегда нужна. Следующий вопрос от Ирины. Можно ли, работая в детском саду, получать полное удовлетворение? Ведь зарплаты у вас не такие большие. Да, действительно, зарплаты сотрудников детского сада все знают. Знаете, методист нашего района сказала одну такую интересную фразу, я ее всегда вспоминаю, когда задают вопрос про зарплату. Она сказала, что музыкальные руководители и воспитатели в детских садах – это люди, которым денег не надо, работу давай. Да, вот пока вы говорили, я вспомнила выражение Ивана Бонина. Он как-то сказал, что у человека три составляющие счастья – это любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Вот надеюсь, что у вас, судя, глядя на вас, мне кажется, почему-то, что у вас они как раз все три и есть. Скажите, пожалуйста, теперь вернемся к конкурсу. Я так поняла, вы не так давно работаете в детском саду. Да, совсем недавно. И вдруг вас номинируют и предлагают посоревноваться с сильными профессиональными работниками музыкальными. Как вы восприняли такое предложение? Ну, первый мой был вопрос заведующей нашей, что ну как я пойду, я всего, грубо говоря, безгоду недели в саду. А она мне сказала, ты можешь, давай. Вот, и вначале был этап районный, а затем уже городской. И, собственно, там в финал вышли действительно люди, вот не только как я, которые совсем недавно в саду, но там были очень маститые, опытные педагоги с 25-26-летним стажем. Их мастер-классы были очень интересные. Я для себя столько почерпнула, общаясь вот с этими людьми, там несколько встреч у нас было перед этими выступлениями. Ну, безумно интересные люди с различными направлениями в своей деятельности, с таким богатым опытом. Они воплощают такие какие-то невероятные совершенно вещи, что я как-то не думала о том, сколько я работаю. Мне было очень интересно пообщаться с этими людьми. В таком случае, как вам кажется, что выделило именно вас из массы профессионалов? Почему вот именно вы стали победителем, лучшим музыкальным работником года? Ну, это, наверное, вопрос к жюри, потому что для меня там не было таких руководителей, о которых можно было сказать, что он там послабее других. Нет, все были очень разные, очень интересные. Ну, просто так сложились обстоятельства, что, видимо, мое выступление произвело впечатление на жюри. А какое было ваше выступление? Я так понимаю, в народном стиле все-таки, нет? С элементами. С элементами, да. Потому что я в визитной карточке постаралась представить все виды работы, которые провожу с ребятами. Как я провожу пение, как провожу слушание музыки, как мы переключаемся со своих кукол на какую-то коммуникативную свою деятельность. А вы работали с чужими детьми, вот как конкурс «Учитель года», там дети, не с которыми ты все время работаешь, да, в школе, не со своими, а предлагают в обстоятельствах с чужими детьми, так скажем, чужими. А вы с какими? Мы представляли работу со своими детьми, видеоматериалы, а мастер-класс уже проводили просто на присутствующих людях на финале, на желающих. Кто захотел, тот выходил, участвовал, и как будто бы со своими ребятами мы работали. Следующий вопрос от Марины Сергеевны. По вашему мнению, как привить настоящий музыкальный вкус, как научить детей любить и понимать классическую музыку? Потому что, вот как вы уже сказали ранее, классическая музыка – это сложно, да? И чтобы ее понять и даже послушать, нужно до, наверное, что-то еще сделать. Безусловно, это нужно делать, но здесь очень важно, чтобы эта классическая музыка, она соприкасалась с ребенком вот с самого раннего возраста. Многие исследования психологические дают рекомендации по прослушиванию музыки будущих мам, для прослушивания малышей практически грудного возраста. Это не правда, что они ничего не понимают, они все чувствуют, они запоминают. Если они не понимают самого слова, они чувствуют интонацию, с которой это слово сказано. И поэтому, если классические произведения будут присутствовать в жизни ребенка самых-самых ранних лет, то в дальнейшем, когда он соприкасается в саду с классическими произведениями, затем в школе, он будет более восприимчив, ему будет понятен этот язык. Ну и, конечно, если нет музыки в семье, то привить любовь к этой музыке в одном детском саду, в одной школе невозможно. Поэтому мы работаем очень тесно с родителями. Если у них возникают какие-то свои вопросы, я стараюсь на них отвечать. Какие-то комплексные материалы даю на родительских собраниях. Чтобы сами родители изучали? Ну, не то, что изучали, а чтобы они понимали значение, и, может быть, им кажется, что... Ну, как им... На чем играть дома? Ну, с маленькими ребятами, на чем? Но ведь вокруг нас абсолютно все звучащие предметы. Вот стаканчик с водой. На что похож звук? На дождь. На дождь, правда. А если налить поменьше воды, ложечкой постучать, звук будет более звонкий, уже будет похож на весеннюю копель. Если мы подуем стаканчик в пустой, это получится ветер. Да, но здесь вот нужно творческое такое уже... Творческий подход. Надо читать с ребенком сказку или стихотворение, и когда идет текст, там, оказалась Машенька в дремучем лесу, подул ветер, мы в стаканчик дуем. Или в бутылочку из-под йогурта, пожалуйста. Да, будет другое восприятие абсолютно, да, уже не просто слова. Младшие ребята, младшие группы, мы наделали с ними вот этих погремушечек из киндер-сюрприза, и родители туда насыпали кто горох, кто рис, кто гречку. Так когда мы с ними шумели этими предметами, они научились определять, в каких погремушечках горох, а в каких рис. Это разные совершенно шорох получаются. Да, и слух развивается вот здесь как раз, да? Да. Да, откуда к вам приходят вот такие идеи? Скажите, пожалуйста, это же нужно придумать. Да вы знаете, основные идеи приходят от детей. Мы готовились к 23 февраля, и мне нужно было поставить марш барабанщиков. Думаю, из чего сделать барабаны? У нас нет готовых, скоро будут, но не было. И тут у меня один из мальчишек, так вот же барабан, и берет физкультурный кружочек, такой для обозначения эстафет, говорит, вот, отлично стучит. Точно. А другой говорит, а мы по баночке можем. И сделали еще барабаны из майонезных ведерок, обклеили их красивой бумагой красной, получились как настоящие барабаны. Да, да, да. А я голову ломала, а мне ребят все подсказали. Да. Вот танцы мы ставим какие-то, например, тоже вот яблочко на 23 февраля. И из простых движений, которые мы вначале разучивали, вдруг у меня на одной из репетиций мальчик, от которого я даже не ожидала, он начал импровизировать с этими движениями, и получилась очень красивая фигура с его девочкой. Я говорю, вот мы так и сделаем здесь в конце, как у нас Данил придумал. Да, вот это очень важно, действительно, такой взаимообмен. Вот не всем, наверное, удается, потому что у нас все-таки педагоги такая, ну не диктаторская нотка, вот как я сказала, да, я знаю, как правильно. Повторяем. Я вас учу, да. Я показала, вы повторили. Да, 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 здесь вот у вас, вот, наверное, в этом есть ваш секрет. Такой прием тоже необходим, потому что когда нам нужно разучить песню, то мы повторяем слова строчка за строчкой, закрываем глазки, слушаем мелодию, потом ее повторяем, а затем уже идет уже творчество в песне, какие-то дополнения детские в проигрышах настают. Да. Скажите, пожалуйста, а как дальше будет продвигаться, вот продолжаться вот этот конкурс? Вы сказали район-город. Дальше получится... К сожалению, в областном конкурсе номинации музыкальных руководителей нет. Вот так. Там только воспитатели. Хотела пожелать вам удачи в областном конкурсе, оказывается. Да, да. Вообще нужно... Вот еще какие-то советы хотелось бы родителям, чтобы вы сказали, потому что, ну, на самом деле, это очень важно для дальнейшей жизни. Хотя вот говорят, что уроки музыки как бы считаются ненужными, но на самом деле вот почему они нужны-то, вот эти уроки, и как родителям быть внимательным к своим детям. Вот если родители действительно сами вот не знают, ну, не профессионалы, не знатоки в этом направлении, вот что им делать? Как развивать своего ребенка? Вот скажите, у вас сын талантливый, дочка. А им что делать? Но в первую очередь им нужно верить в своего ребенка, что он действительно талантлив, и у каждого ребенка есть свой талант. Наша задача его найти. И если уж воспитатель или музыкальный руководитель в детском саду говорит родителю, что у вашего ребенка есть задатки, ну, например, музыкальные или хореографические, ну, нет возможности в какое-то серьезное учебное заведение отдавать, это в городе большие пространства, перевозка и прочее. Но у нас сейчас при каждой школе, при каждом доме культуры есть секции, кружки, какие-то студии. Пусть не поленятся родители, пусть отдадут ребенка в эту секцию, в эту студию. Пусть себя заставят не год и не два, пусть заставят сами себя родители ответственно к этому отнестись. И даже если ребенок не выберет профессию, связанную с каким-то художественно-эстетическим направлением, то, ну, поверьте мне, никому такое развитие в жизни не мешало. Все профессиональные композиторы XIX века, они по образованию не музыканты. Чайковский юрист, Римский, Корсаков военный, Бородин химик. Музыка у всех была душой, сопутствовала им. Своё музыкальное образование они получали в частном порядке, на частных уроках. Ну, а какие великие музыканты. Да, действительно. Вот в последнее время много говорят о роли воспитания, воспитательной функции в школе, а вот в детском саду и именно вот в вашем музыкальном образовании. Вот какая воспитательная функция, в чём воспитание музыкой, вот в чём оно выражается? Воспитательный у вас есть такой момент? Во-первых, самое главное, во всех программах по музыкальному образованию это отражено, что мы должны развить у ребёнка эмоциональную отзывчивость на музыку, на художественное слово. Сейчас отдельно направления музыки в дошкольном образовании нет. Есть художественно-эстетическое развитие, куда входит и чтение художественной литературы, рассматривание картин живописных, музыкальные занятия. Поэтому мы на музыкальных занятиях охватываем все сферы и воспитываем в ребёнке чуткость. Когда через музыку он начинает более чутко контактировать со своими сверстниками, снижается агрессивность, тревожность детей. Да, тем более в наше время вот это такие... Воспитываем, стараемся воспитывать в патриотическом направлении. Обязательно касаемся всех дат, значимых для нашей страны. И 23 февраля, и 9 мая, и день государственного флага. На 1 сентября всегда различные какие-то краеведческие занятия проводим. Да, вот сейчас вот такое... Воспитание неразрывно от непосредственно образовательной деятельности в саду. Воспитание не отделяется, оно присутствует постоянно. Во всех режимных моментах детского сада, когда ребята должны вымыть, например, пойти вымыть руки перед обедом, девочек пропустить, помочь им придержать куточку, собираясь на прогулку. Это же всё воспитание в самых мелких вещах воспитывается изо дня в день, регулярно, постоянно. Понятно. Ольга, а у вас есть любимая ваша песня? Вот песня, которую вы так любите и от души поёте. Какой-то одной нет. Нет? Много? Ну это вот какой репертуар? Любимый ваш? Любимый народный. Народный? Потому что даже Глинка сказал про себя и говоря о нас, как о композиторах, он сказал, что мы только обрабатываем народную музыку. Мы ничего не сочиняем, народ уже всё сочинил. Да, ну у вас есть же любимая народная песня? Сейчас мои самые любимые народные песни – это колыбельные и какие-то потешки-прибаутки. Понятно. В русском стиле и лирика, и такое что-то барабурное. Ну спасибо огромное за то, что пришли. Удачи вам в работе. Всего хорошего. Спасибо и вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова